Вот, hi my students, мы сейчас начинаем с вами сообщение в преддверии юбилея 300-летия со дня кончины Лебница, которая произросла 14 ноября 1716 года. Но поскольку Лебницам заниматься это длительная процедура, то у нас сегодня предварительное такое вводное сообщение, вводный конспект такой, поскольку материалы его огромные, одних только писем, полторы тысячи писем он имеет переписку с разными учеными всего мира, не говоря уже о большом количестве трудов, касающихся и математики, и философии, и логики, и юриспруденции, и организации науки. Вот мы сегодня рассмотрим Лебниц как организатор современной науки. Лебниц жил в ту эпоху, которая характеризуется в Германии раздробленностью. Вся Германия была, вот как у нас сейчас Россия, вся раздроблена на кусочки. Курфюрсты были в каждых землях, в областях, и они управляли в основном как абсолютные монархи. И сообщение между княжествами этими, курфюрстами, было очень слабое. Между ними была война, в том числе и религиозные, поскольку в Германии было религиозное еще расслоение. Католики, протестанты, литуране и все такое прочее ветви христианства. И все между собой сражались, как в плане организационном, философском, юридическом, религиозном и так далее. Вот в этот период раздробленность как раз Лебница и наука в Германии была на нуле. Ну как сейчас примерно у нас тоже самое. Нулевой уровень, ниже Плинтуса. В основном наука была во Франции и только-только организовывалась, вот когда был, уже Лебница родился, учился, организовывалась наука в Англии. Академия даже была организована в Англии и Академия во Франции. Эти были сильные две страны в научном плане. Германия отставала. Но тем не менее, вот в Левцоге родился Готфрид Вильгельм Леемниц, 1 июля 1646 года. Ну считайте 400 лет, ну чуть меньше 400 лет назад там. 300 с чем-то лет. Он родился в семье профессоров Левского университета. Отец его был профессор морали Левского университета. А со стороны матери у него тоже были университетские юристы, чиновники и богословы. Со стороны матери. Сродился в хорошей семье. Но в отличие вот от наших отпрысков, на нем не отдыхал дух, как говорится, научный дух. А он продолжил еще, превзошел своих родителей в научном плане. Собрав все лучшее от них и продвинув науку далеко вперед. Вот у него такие основные этапы. Но, конечно, в Википедии есть хорошая статья про него. Я тут только кратко повторю, что с 1661 по 1666 годы он студент Левского университета. И в первом семестре 1663 года учился в Ельском университете. У Эргорода Вейгеля математика и философа. Это большой для него был фундамент по математике. В 1666 году зачитал диссертацию о комбинаторном искусстве. Здесь, будучи даже уже в молодом возрасте, он познакомился с трудами Лулия. Лулия – это малоизвестный у нас ученый, которого еще нам предстоит с вами разобрать. Он был основателем вот этого колеса Лулия, на котором были изображены символы, буквы, алфавита, которая вращалась. Используется вот сейчас у нас в игре поле чудес. Поле чудес. Вот тоже вращался барабан. Барабан вставал на какой-то букве, на символе. И, соответственно, в следующий раз вращался. И таким образом складывались слова и фразы. Ну, сначала кодировались просто буквы, алфавиты, из букв, но букв. Колесо не позволяло. Очень много надо было крутить раз, чтобы понятия определенные сложить. Поэтому вот развитием этого колеса являлась кодировка отдельных предложений, понятий, мыслей. Вот эту мысль в дальнейшем ввиду развивал, в дальнейшей своей судьбе развивал Лейбниц. Он кодировал вот эти вот мысли. То есть предложения. Полностью человеческие предложения. Он их анализировал, расчленял. И, соответственно, присваивал им буквенно-цифранное обозначение. А, соответственно, где это могло быть применение? Ну, кроме оккультных наук, которых Лейбниц не занимался, в принципе. А вот о запутанных судебных случаях он здесь применил. И написал диссертацию именно вот о запутанных судебных случаях в том же в 1660 году, но уже в другом университете. После этого у него открывалась карьера университетского профессора, доцента, профессора и так далее. Спокойная, тихая жизнь, как у его родителей. Но он, как и многие тогда передовые ученые, выбрали себе путь служения чиновничеством местным. В частности, под воздействием патриотических таких идей, которые были направлены на объединение Германии. На преодоление этой разъединенности, расчлененности Германии. Вот он с этой идеи пошел на службу барону Бойнебургу. И там занимался вопросами законодательства с целью объединения Германии в уровне единых законов, которые не противоречили бы всем областям, землям, гермальским землям. Недаром Ленин его называл, что философия Леница, его практика научная является примирительной. То есть у него была такая чисто мирная позиция объединительная для Германии. В 1671 году он выступает, в 1771 году уже, он выступает с новой физической гипотезой. Об усовершенствовании счетных машин. Про образ арифмометра создал. Он в железе его создал, будучи человеком-теоретиком и философом. Он создал в железе прибор. Этот прибор действует, он есть в музеях. И Паскаль на него, Блес Паскаль известный, который тоже счетные машины первые создавал. Он на него отзыв дал, прекрасный отзыв. Блес Паскаль есть на его прибор. Прибор позволял складывать, вычитать, умножать, делить и извлекать даже корни. То есть это настоящий прибор на компьютер. Не требует ни батареек, ничего. Но я говорил, что у него раньше же мало издавалось научных журналов практически. И свои мысли некуда было послать. И вот они между учеными, между собой переписку вели. Лейбниц с Ньютоном, Лейбниц с Гоффсом, Лейбниц с Кларком, Лейбниц со Спинозой и с другими учеными. Эту переписку они вели. Поэтому у него была огромная переписка, которая не переведена на русский язык. Вот что удивительно. До сих пор Академия у нас работает. Ученых столько. Это фундаменты. Раньше издавали серию классики науки. И все эти материалы необходимо публиковать. Но вот последние, да, у нас занимаются, публикуют. Макалёва, Лагунова, наших гигантов науки этих публикуют. Но вот о древности, которая сейчас снова играет новую роль, на ней сейчас стоит современная наука, это не публикуется. В 1672 году до 1776 он пребывает в Париже. С дипломатическими визитами. То есть как дипломат, как с дипломатическими поручениями. Там он, конечно, ознакомится с трудами французских ученых. И их использует в своей практике в дальнейшем. А в 73-м по 76-м бывал в Лондоне у Ольденбурга и других ученых. Ольденбург, это организатор, как раз крупный деятель английской академии наук, организатор. И он прекрасно знал Лейбница. Винер, основатель кибернетики, он молится просто на Лейбница и говорит, что это начальник математической логики, предшественник и вдохновитель. Он считает, что он будет на него молиться, как на святого, на Лейбница, Нобертвинер. Ну, естественно, потому что там Лейбница, обладая юридическим, философским образованием, он может формулировать так мысли, что они понятны становятся даже малообразованному человеку. Ну, собственно, он сталкивался с куфюрстами, и ему надо было доводить до их ума вот эти сложные научные вещи. Поэтому у него логика изложения, прозрачный стиль изложения. Это великолепнейший стилист. Преподаватель из него был бы великолепный. В 1675 год он первый в мире, здесь уже сейчас спорить нельзя, он открыл дифференциальное интегральное исчисление. Братья Бернули могут это подтвердить, и они сейчас подтверждают. Спустя вот столько века современники Лейбница, братья Бернули, они всегда бы его поддерживали в этом и знали, что он первый написал письмо Ньютону со своими результатами о процессе дифференцирования и интегрирования. И Ньютон, естественно, воспользовался и уже опубликовал попозже уже в своем варианте. И эти же вещи. Лейбница опубликовал в 1684 году. Для того, чтобы застолбить это свое направление, он вынужден был открыть журнал «Акта эрудиторум». «Акта эрудиторум». Вот в этом журнале он опубликовал статью «Новый метод максимумов и минимумов» и другие из последующей статьи по математической тематике. Какие он термины ввел в своих в этих статьях «Акта эрудиторум». Вот он ввел термин «Алгоритм» или «Алгоритм». Это его заслуга. Функция. Это с Лейбница началось. Дифференциал. Дифференциальное исчисление. Координаты. Даже вот Декарт не ввел координаты. Лейбниц ввел. Ну, Лейбниц хорошо знал труды Декарта. Мы об этом потом скажем. В 1686 году он опубликовал краткое доказательство примечательной ошибки Декарта. Декарт и все современные и предыдущие авторы физики, они упирались на то, что энергия пропорциональна скорости, то есть МВ. То есть импульс они путали с энергией. А именно вот Лейбниц заказал, впервые доказал, что энергия пропорциональна МВ квадрат. Ну, МС квадрат. Это Эйнштейн потом в себе, конечно. Это все. Но мы про этих новаторов поговорим в следующий раз. МВ квадрат, это принадлежит Лейбницу. Вот живая сила он ее назвал. Кстати, Энгельс высоко оценивал вклад, этот вклад в закон сохранения энергии Лейбница. Энгельс, Маркс и Ленин. И кроме того, они оценивали Лейбница. Вообще Маркс восхищался трудами Лейбница. Он говорит, с удовольствием читает труды Лейбница. Лейбница это настоящая предтеча диалектики, гегельской диалектики. Это в предвестнике вся его философия основана на диалектике. Начало диалектики просматривается очень ясно и прозрачно. Ну, излагать он умел, так что даже Марксу понравилось. А это много значит. Маркс был критически всегда настроен ко всем авторам. В 1676 году Лейбниц в Нидерландах познакомился со Спинозой. Спиноза, хотя в физике и математике ноль, совершенный ноль. Но в области философии он довольно-таки известный, считался очень великолепный философ. Его доказательства, теории доказательств великолепны. Это считается классиком философии. Один из материалистов, кстати говоря, он даже Бога сводил к материи. Вот это у него была особенность Спинозы. То есть он считал, что Бога самого материальным существом. И субстанцию он считал божественной, он считал материальной. Но в то же время, несмотря на это, у него была большая философская и логическая основа, которую на Лейбниц она повлияла сильно. В 1676 году он начал служить у ганноверских герцогов. Один из которых, Георг, стал потом королем Англии Георгом Первым. Вот обратите внимание, это очень важно. Три курфюрста были, ганноверских курфюрстов. И вот он при трех курфюрстах служил. И один из них был герцог ганноверский Георг. Или штат Джорджии в США. Это Георг Первый. Джорджия, штат посвященный. Почему такой вот... Во-первых, Георг был при Лейбнице, и все это дело, как говорится, был окружен такими учеными, школой этого Лейбница. И выдвинувшись потом в Англию, он создал там академию, и создал научные школы. И кроме того, он вступил в лужу Преорат Сиона, которую руководил, кстати, был гроссмейстер этой лужи, считался Ньютон. Таким образом, вот выходец из Германии стал королем Англии. Но в то же время, после того, как Георг Первый стал королем Англии, и отношения между Лейбницем и королем Англии постепенно стали охладевать. Поэтому Лейбниц в основном общался с королем и с Ньютоном через посредников. Через посредничество графини, то есть принцессы, по-моему, Уельской. Вот занимался он чем? У ганноверских корфюрстов. Конечно, ему было интересно свое родословие, историю своего родословия знать. И очень много времени Лейбниц занимался вот этим родословием, этих ганноверских корфюрстов. Много потратил времени. И поскольку занимался он так не очень быстро, его все время стимулировали на эту работу. Хотя он ее совершенно, совершенно, было ему неинтересно. Он отвлекался на экономику, на изобретательство, в промышленности и в сельхозпроизводстве. И геологии. Создал труд по геологии. А в сельском хозяйстве, для сельского хозяйства он разработал насос. Ну, который внедрен-то не был, но все равно это был какой-то этап его, старался помочь чем-то конкретной экономике. В 1691 году он создал труд Протагея. Это первый труд об эволюции Земли. Раньше таких трудов вообще не было в природе. И не отмечены были эти источники. Он первый с гипотезой эволюции происхождения Земли. Ну, в этот же период он такие ввел понятия, как двоичную систему счисления. Основу современной компьютерной техники. Это его тоже вклад. Двоичную систему в практику вычислений, в практику логики он ввел. Ввел термин модель. Это очень, очень важно. Кстати говоря, вот на современном этапе приобретает очень большое значение вот это поляризация. То есть разделение на три части. Первая часть это сама физика. Я буду рассуждать на примере механики. Вот механика таковая. Это ее явление, ее опыты. Качание, маятника, движение, вращательное движение, поступательное движение и так далее. Это сама физика. Опыты. Второе это модели. Модели как физические модели. В большом масштабе или в маленьком масштабе. И плюс математические модели, как уже более совершенные для анализа, который позволяет избежать вот этой опытной практики изготовления самого железа. И время отнимать на это железо и повторять опыты в чисто вычислительном плане. Вот это модель. Это ленинца. И у нас сейчас вот многие молодые ученые, инженеры, студенты, мы путаем. Мы с вами путаем. Вот это саму физику процесс и модель. И когда вот люди критикуют физику, ссылается на модель. Это некорректно. Потому что, вот Панкаре говорил, он же настыкал носом вот в эту проблему и говорил, что физика есть физика. А модели мы можем сколько, как договоримся мы с вами, и они все будут одинаковые. Назовем мы, допустим, не скорость, а какую-то величину альфа, которая равна квадрату скорости. У нас будет тогда mc в четвертый, m альфа в четвертый. И это будет все правильно, потому что альфа будет иметь другую немножко размерность, и все с опытом будет совпадать. То есть, каждое физическое явление имеет под собой целый спектр математических моделей, которые являются эквивалентными в случае, если они обеспечивают необходимую точность воспроизведения экспериментальных результатов. Вот. Это два такие, две такие сущности, которые мы должны, то есть, в два предмета разделять. А третий – это метанаука. Вот мы имеем классическую механику. Три закона, которые мы называли раньше Ньютона, сейчас мы уже грамотные стали, мы называем законы Майера. Потому что знаем, что Ньютон полностью, будучи масоном, масоны все любят переписывать чужие труды. Он переписал все добросовестно у Майера. Вот из такого Талмуда, из Майеровского Талмуда, который был найден в его библиотеке с его пометками. Вот, то есть, он являлся не самостоятельным открывателем этих законов. Поэтому вот эти законы мы имеем. Мы имеем математическую модель, отвечающую этим законам. И дальше метафизика. А метафизика, с точки зрения механики, это квантовая механика. То есть, более другой уровень, который не отрицает этих трех законов Майера. Просто их поднимает выше для других областей использования. То есть, в микромире. Переносит их в микромир. Если обычная механика работает в макромире и прекрасно работает, мы с этой механикой вращаются у нас и планеты, и все, и механизмы вращаются, и спутники запускаются, и планеты исследуются, и так далее. Солнечная система, и звезды. Все это мы с помощью обычной механики. А вот с помощью квантовой механики мы залезаем в микромир, в мир частиц. Вот таким образом, значит, у нас является всегда, и вся наука, она троична. Как бы троицу представляет собой троицу. Это основное явление, математическая модель этих явлений, и метанаука, которая выше поднимается, и с помощью которой этой высшей боли науки можно непротиворечиво, согласно теореме Гёделя, объяснить более низшую науку. А по теореме Гёделя о неполноте. Вот такие вещи. В 1680 году он пишет памфлет на Людовика XIV, короля Франции. Поскольку король этот Людовик XIV был очень агрессивный и вёл в Европе агрессивную политику. И он на неё написал памфлет. Следует даже сказать, что он в своё время не только памфлеты писал, он же ещё написал оду хвалебную папе римскому. И когда он эту оду написал, она там дошла до Ватикана, его сразу пригласили в Ватикан и предложили ему должность, большую должность, это епископа, по-моему, там, прилата. И он, значит, согласно этой должности должен был заведовать Ватиканской библиотекой. Всё, фактически ему было светлое будущее в Ватикане. Только за эту оду всесторонний был человек. Но он отказался от этого очень лестного предложения. Я думаю, что зря он отказался, конечно. Он больше бы в клант внёс, и подольше бы там, хотя неизвестно там. В 1686 году он создал теологическую систему. Теологическая система у него была тоже примирительная, как Ленин говорил. Примирительная и направлена на объединение христианских различных раздробленных ветвей. Католичество, там, лютеранство, протестантство, англиканство, православие и так далее, и так далее. Ну, из этого ничего не вышло, но идея у него была хорошая. В 1700 году он всё-таки добивается создания Берлинского научного общества и становится его президентом. И параллельно создал в Вене научное общество. Тогда стали они как грибы расти научное общество, и он пробил эту же идею в Германии. Кстати говоря, вот вместе с этими обществами и мационерия мировая тоже рванула туда, и вот розенкрейсеры тоже присоединились к этому вопросу. Розенкрейсер, они начали... Об этом Ленин говорил, что начали основываться в Германии такие общества. В 1689-1990 году он содействует Организации физико-математической академии в Риме, которая до сих пор есть там в Риме. Вот, а вот он написал Александру Восьмому, папе римскому. В 1697 году он знакомится с императором, с нашим и российским Петром Первым. Петр Первый, за то, что он ему предложил программу создания академии в Петербурге, он ему сразу присвоил звание тайного юстиции советника. В той же должности он состоял при Курфюрстах, и с тем же окладом, даже больший оклад, чем был у Курфюрстов. И он составил множество проектов для Петра Первого, подготовил план создания Академии наук в Санкт-Петербурге. Ну, известно, что сразу же непосредственно после этого в этой Академии появились такие имена, как Леонард Тейлер и другие бессмертные академики. Вот еще следует отметить, что у него, кроме вот этих принципов, вот как модель, двоичная система, дифференциальные, интегральные уровни и так далее, и так далее, он ввел такие принципы, которые позволяли на единой основе рассмотреть арифметику, геометрию и другие математические и физические закономерности на едином принципе. И вот он сформулировал принцип наименьшего действия, закон тождества, закон достаточного основания. Ну, кроме того, даже он связал лингвистику с генеалогией. Вот этот прорыв вообще, он до сих пор еще не осознан, мне кажется, вот нашими академиками до конца. Связал лингвистику с генеалогией. И создал теорию происхождения языков. Следует отметить, что несмотря на это, я тут читаю лекцию. Так, вот это мои основные такие этапы Лейбница, его развитие. Ну, его конец, конечно, я особо отмечу, что последние годы его жизни были связаны со спором заперенства в создании дифференциально-интегрального исчисления с Ньютоном. Здесь он очень много сил и энергии потратил. При этом он сначала писал Ньютону, а потом Ньютон перестал с ним непосредственно общаться, и он писал через Кларка. Ну, и тоже не прямо Кларку, а через принцессу, английскую принцессу, которая очень занималась наукой. И благоволила к Лейбницу, кстати говоря. А мы сейчас рассмотрим не это. В конце, в общем, этот спор закончился для Лейбница, конечно, полной катастрофой, поскольку, ну, ясно, приорат всего на... И плюс Георг Первый. Георг Первый охладел к Лейбницу, он даже написал ему, что мы тебя вызовем в Англии и научим по-настоящему веру любить. То есть, в правильной вере мы тебя научим. Лейбниц написал, посмотрим там своему другу. То есть, не поехал он учиться у Георга Первого вот этой вере. У него была своя вера, своя философия. Лейбницанство у него было такое. И последователи у него были ученики. Поэтому и плюс тому королевским этим научным обществом сам Ньютон и возглавлял, конечно, естественно, решение было в пользу Ньютона. Лейбницу отсудили и первенство вот в Интегральном отдали, конечно, Ньютону. Ну, после этого, конечно, Лейбниц расстроился. После этого к нему был приставлен от Курчурстов был приставлен слуга, который являлся, в общем, шпионом вот этих Курчурстов. Шпионом Георга Первого, шпионом Розенкрейсеров и Приората Сиона. И они начали травить этого бедного Лейбницова физически. Он стал болеть. Последние два-три года, когда он как раз с Кларком переписывался, ему становилось все хуже и хуже. У него открылось там типа полиартрита, что-то такое, все кости у него ломило, и он только мог лежа у него более-менее успокаиваться. Он лежа работать начал уже лежа. И при нем был вот этот слуга, который все время на него писал доносы. Ну, ясно, что он ему из еды носил. Это только одному Богу известно, чем он его там кормил. Он был непривередливый в еде Лебнец. Он мог и из столовой поесть, все что угодно. Ну, мы знаем, что Леонардо Давидович тоже в свое время в столовой работал, и там были случаи, связанные с ним. Он проворачивал эти дела. Вот таким образом повлияло ли это, я конспирологическую историю не буду углубляться, это домосло не буду здесь строить, но тучи сгущаются именно так вот, как и последнее письмо, пятое письмо он получил от Кларка, и ответ на него уже он не смог подать. Он представился в ноябре 1716 года. Кстати говоря, хоронить его хоронил его только один слуга, вот этот же шпион, который шпионил за ним. Родственники у него, родственники, он был неженат, родни у него были племянник, племянник на похороны не пришел, хотя он племяннику написал завещание на свои все средства, средства у него были немалые по тем временам, так что племянник, когда получил эти деньги, принес домой, с женой Кондрашко с его случилось, потому что от стольких денег она не видала столько денег никогда, хотя он в деньгах их не копил, а тратил и на книги, тратил и на учеников и так далее, тратил свободно на эти свои деньги, но досталось тоже племяннику много, и вот один его только хоронил человек, и только в последствии, через определенное время, на заседании французского научного общества Денис Дидро о нем отзыв сказал, что очень хороший отзыв, что он был и Архимедом, и Платоном, и Аристотелем в одном флаконе для Германии, для Германии совокуплял себе многие достоинства всех великих философов и ученых, но постепенно авторитет Лебница хотя он был уже, как говорится, на том свете, но авторитет его возрастал, и кончилось дело тем, что Ньютон, хотя его хоронило большое число людей, мационария большая пришла, но он последние годы свои прожил почти сумасшедшим, занялся теологией, вычислял конец света, насчитал 2060 год, насчитал, и вот исписано было огромное, и это бесполезно, и он почти сошел с ума, и самое главное, что это мационария, которая его окружала, она над ним насмехалась буквально, считала его из-за идиота, и он был затюкан до того, что действительно он спятил, и дальше после смерти Ньютона наука в Англии полностью развалилась, она ушла на третьи роли, а германская наука на фундаменте Лемница начала через вот таких людей, как Бернули и других учеников Лемница, она очень сильно приварила в своей силе, наварила и стала передовой наукой, и французская это, кстати, даже стало меньше, чем немецкая, немецкая наука благодаря Лемницу и его авторитету, который с годами растет, и он до сих пор растет, и вот мы сейчас с вами перейдем к основному, собственно, к основной теме, мы должны перейти к тому, как вот он занимался организацией наук, о чем я говорил в начале, ну, я уже говорил, что недавно академик Ахимов сообщил, что в библиотеке Ньютона руководители масонской ложи приорат Сиона в Лондоне найдена рукопись фолиант книга ученого Майера, которая явилась первоисточником механики, до последнего времени приписываемой Ньютону. Георг I также входил в состав масонской ложи, и вся Америка, как вот сейчас уже доказано, вместе с составом Джорджия, была потом построена в основном по масонским планам, по масонским чертежам, что сейчас уже доказывают многие, ну, например, Сергей Александрович Сальцов, ленинградский ученый. Для Германии Ленинг стал тем, чем для Древней Греции были Платон, Аристотель и Архимед вместе взяты. Это Денинг Гедро написал в своей энциклопедии. И вот мы перейдем о приумножении наук. Кстати говоря, у нас труды Лемница не были при советской власти, не были обойдены вниманием. Был издан вот такой вот четырехтонное собрание сочинения Ленинг Лемница. Вот это у нас том первой сочинения. 82-й год, 1982-го года издания. Вот открываем его работу о приумножении наук. Видите? Ну я здесь несколько мыслей наиболее актуальных. с чем он во-первых показывает, что он пишет не с тем, чтобы возвыситься вот эту вот свою программу, а с тем, чтобы вот он ему осталось мало времени, чтобы передать свой опыт, он хочет изложить вот этот план, как следует развиваться современным наукам. и он отмечает, что цитирую, мне, когда я был еще почти ребенком, выпало на долю хотя и слабые, но тем не менее плодотворное предвестие некоторого великого искусства. То есть искусство вот этой математической логики, предтечей которой являлся Лулли. вот об этом идет речь. И вот он хочет довести, он признает, что во всяком деле нужно соединить, насколько это возможно, опыт с разумением. Поэтому и начало нашей науки, которую я смелюсь называть всеобщей, я считал необходимым добавить примеры. то есть теория должна сопровождаться примером, это ясно. И дальше он говорит о себе, вот то, что, кстати говоря, мы должны это выявить еще вот в этих 1500 письмах, это вот мало, 4 тома это очень мало из его сочинения, и при этом это не самые главные его труды, самое главное содержание у него в письмах. И вот он пишет о себе, цитирую, «Ибо я открыл нечто до такой степени далекое от людских мнений, что даже одареннейшие люди, увлеченные мной, по-видимому, не вполне понимали то, о чем я столь часто ясно высказывался». Вот видите, то есть он опередил свое время, он понимал, то есть человек был просто гений, гений. ему было дано свыше, при этом гений это был не новатор, в том смысле вот как Ньютон или Эйнштейн, которые без ссылок на предыдущих авторов писали свои труды, без всяких ссылок, а как будто это вот им дано было свыше и так далее. И вот здесь пишется дальше о том, что автор весьма осуждает тщеславие тех, которые создают школу и презирают других. Это для нас сейчас очень современно. Презирают других, будто они одни способны совершать великие деяния. Вот мы сами себе ставим такое. И плюс некоторых из нас еще окружение наше поддерживает, вот как если мы были бы Эйнштейнами, ходили бы в этой кожаной куртке без носок, и вот мы такие неопрятные гении, мы сами все открыли, а остальных никого не было, ни Панкареи, ни Лоренца, ни Лебница, никого, ни Герца, ни Хевисайда, никого не было, ни Максвелл, а мы вот только вот такие вот ходим без носок и играем на скрипке. Вот, и все сами сочинили при помощи первой жены. Вот таким мы бываем. И вот он пишет про таких людей. Сначала он пишет «Я с очевидностью вижу, как все это, пусть даже выдающиеся мужи, которые домогали себе великого имени, создавая новые учения и основывая школу, столкнувшись с завистью и общественной ненавистью, лишались подлинного спокойствия и затруднялись в дальнейшем продвижении, нанося вред общему делу, не только в том, что они лишились возможности двигаться дальше, но и в том, что они уже совершили, поскольку даже истинные учения запятанные ненавистью в школе и секте оказывались некоторым образом опороченными и презираемыми. Здесь он пишет явно про себя, насколько его мордовали Курфюрст и Георг Первый и Ньютон и вся его шпана, научная шпана типа Кларка. Этому злу ничего лучшего не предпоставить, чем такое положение, когда своего рода астракизму подвергались бы те, которые жаждут первенства в науках и которые то ли от того, что они выучились изощрение высмеивать других, то ли от того, что научились искуснее других укрывать похищенное, ставят всех других ниже себя. Вот это про Ньютона, про Эйнштейна и про других таких вот, кстати говоря, вот, а у нас что? У нас что не было Лысенко, что у нас академика Миткевича не было, который как собаки на Вавилову кинулись и довели его до расстрела в конечном счете. Сергей Иванович Вавилов, который был совершенно честный ученый. А эти с многоствольной своей этой пшеницы, которую они никогда не создали. И Миткевич это с эфиром, который еще до сих пор не могут доказать. Вот. И как если бы они сами все это открыли своими силами? Или же между ними и другими смертными существовали бы непомерные дистанции между тем, как часто величайшее открытие обязано своим происхождением малейшим случайностям? И если говорить правду, они не столько обязаны нашим талантам, сколько фортуне. То есть божественной милости. И нечасто что-либо великое можно начать и совершить в одиночку. Вот видите, здесь очень важнейшая, просто важнейшая вещь. Мы стараемся все в одиночку, вот мы сами, вот мы доказали, вот это мы изобрели, мы новаторы, а мы совершенно учились где-то, у кого-то мы учились, какие-то статьи читали, каких-то работать, читали, мы это все забываем. И у нас это все складывается в голове, как будто это все наше. Это до того актуально, вот на сегодня, я считаю, что это основа нашего поведения. А современная наука, она вот коллективна. Вот так же, как коллективно, вот этот коллайдер, там вот ребята дружно работают, видите, там никто особо не выделяется, и статья маленькая на двух страничках с авторами, это считается вполне нормальное явление. Вот это образец сегодня можно взять. Поэтому честные люди в будущем лучше позаботятся и о себе, и об обществе, если они довольны своими претензиями на то, как бы им принадлежащие, что они первыми либо наблюдали с помощью чувств, либо действительно доказали, что обычно оказывается немногочисленным, если оно больше важности, в остальном не будут и древними пренебрегать. То есть, те, которые древние, мы должны стоим на плечах гигантов, об этом надо помнить, мы студенты. И не будем стараться умолить заслуги современников, и не будем пытаться расшатывать общепринятые мнения из-за одних лишь словесных и формальных соображений в пустой надежде, что впоследствии только к ним будут обращаться все другие. Это вот касаемо вот этих наших сейчас свободных энергий и так далее, и так далее, и так далее. Старухины, это Атсюковские и другие же с ними, которые там качеры и так далее, вот они качеры создают и какие-то бедини, разбедини, и холодный термоядерный синтез, вот это вот, они все-все отрицают, что было до них, и вот они вот открыли такое и все. Но если, вот, пусть они подумают о том, что всюду, в государстве, в частных домах и школах, в академиях, в коллегиях есть люди великого усердия и учености, великой скромности и мудрости. Это вот мы говорим о таких, как вот Панкорре, Лагунов, вот таких ученых, которых незаметно, которые, будучи поглощены своими заботами или испытывали препятствия со стороны установленных порядков нравов или партий, не могут следовать тому, исполнять то, что они видят и чего желают. И лучше, конечно, иметь их покровителями и пособниками, чем, как обычно делают новаторы, сталкивая их несправедливым отношением. Новаторы, это, как вот это слово перевести, новое, это новое, тор, тора. Это как бы люди, которые пытаются новую тору написать, но только в науке. Это вот называется новаторы. При социализме, кстати, новаторов превозносили и так далее. Поэтому это было одной из причин, что социализм в той форме, в которой после Сталина он стал развиваться, погиб. Это одна из причин, что у нас новаторство приветствовалось. Вот Лысенко и Дебенко, Штеменко и так далее, и все они были превозносимы в ущерб нормальным, скромным людям. Дальше пишется о том, вот автор пишет о том, что благодаря этому искусству, тому искусству, которое изобрел искусство логического, фактически формальных языков. Он являлся предтечей языков программирования всех. На формальный язык человеческую речь пытался закодировать. Благодаря этому искусству элементы наук могут быть подобны эвклидовым, приведены в такое состояние, что их больше не смогут поколебать никакие новаторы. То есть, исходя из вот этих аксиом научных, полные доказательства, полные теоремы, полностью будет доказано все. Начиная от того, что вот единица есть число, надо будет 28 привести всяких аргументов в защиту того, что единица есть число. Благодаря такой строгое логическое доказательство, все это будет уже новаторы здесь никуда не денутся. Он так считает. Я, может быть, случайно нашел материю для построения некоторой системы науки, скорее изящной, чем несомненной, едва ли согласной с какой-либо существующей. Я покажу способ, в силу которого прежний путь может представиться совершенно запутанным. То есть, он предложит логичное прозрачное доказательство всего, исходя из своих принципов достаточного основания, тожества и так далее. указания необходимости сознания упомянутого искусства, что я теперь делаю, посредством которого, если оно однажды будет создано, известные истины будут приведены в такое незыблемое прочное состояние, что их не смогут поколебать никакие новаторы или от науки прохиндеи. А в философии будут искорены секты. То есть, он пытался единство такое философское создание философское создать. В то время как вот новаторы, вот он определяет новаторов дальше, новаторы обычно лишь скупо упоминают других. Так что создается впечатление, что только они одни являются мудрыми, и напротив предложил бы, чтобы, когда общими усилиями будут установлены принципы философии и других известных человеку наук, сумму которых выявит искусство, начало которого мы здесь излагаем. Ко всякой сколько-нибудь значительной идее были присоединены именно тех, кто ее впервые открыл, доказал и наиболее удачно разъяснил. То есть, каждое какое-то что-то новое должно иметь свое имя. Которому впервые вот это откровение пришло об этом новом. То есть, все должно быть поименовано. Но не то, чтобы, допустим, Майер создал, а Ньютон себе приписал. Такого вот мастерии не должно быть. Ибо, если полагается верить тому, что в своем месте будет показано, такие принципы не меньше, чем начало Эвклида, станут достоянием потомков и будут увековечены. такое положение вещей стимулируют. Будет соревнование будущих людей и любые самые превосходные дарования тоже захотят обессмертить свои имена. То есть, здесь вот наш социализм оказался соревнованием полезным. В смысле наук, да. Но соревнование хорошее. Не то, что там, допустим, бежим, один принял ЛСД, а второй не принял ЛСД. Такое нечестное соревнование. Он за честное соревнование. Дальше он пишет о том, что многие из того, что принято в науках, истинно, верно и непровержимо, но требуют своего дальнейшего развития соединенными в одно усилиями всех времен и народов. То есть, он за то, чтобы создать такую научную энциклопедию, которая была бы написана с древности, и как вот оно развивалось, развивался. Ну, у нас сейчас многие ученые так и действуют. К примеру, можно институт математики имени Стеклова Академии наук. Там возьмешь любой доклад любого ученого, там уже канон сложился, что вначале люди излагают всю предыдущую историю, начинают первые статьи, которые они смогли только разыскать в литературе от самой маленькой первой статьи и излагают дольше развития, а потом уже в конце предлагают свои какие-то интерпретации, свое видение и свои теоремы и доказательства. Вот здесь он об этом и пишет. И вот о коллективном труде. Бывает трудно начать исполнить что-либо значительное в одиночку и в том как много дел нам предстоит совершить, прежде чем мы сможем законно похвастаться тем, что благодаря нашим усилиями кое-что добавилось человеческому счастью. Я счел за лучшее, чтобы усилия всех веков и народов соединились в одно. Другими словами, чтобы, во-первых, то, что было добрыто до нас, было старательно собрано и возвращено в общественную казну. И с другой стороны, он пишет тоже что касается нашей комиссии лженауки и так далее, что у нас тоже притесняет тех людей, которые искренне и, может быть, даже немного по-дилетантски, но пытаются какой-то вклад в общее дело внести с целью именно бескорыстно что-то усовершенствовать. Вот им пишет, пишет, и что желать уничтожения всех предварительных мнений под тем предлогом, что нужно расчистить место для истинной науки, но что делает комиссия по лженауки? Все равно, что желать неспровержения государства ради того, чтобы была введена лучшая форма правления. То есть комиссия по лженауки фактически занимается революцией, неспровержением государства. В этом отношении Левниц был человеком, который не брезгует копаться в дерьме, как в научном дерьме, как говорится, и искать в нем буквально мелкие золотые зернышки, крупицы, алмазные вот этих знаний, новых мыслей, новых знаний. и он считает, что именно тот человек, который не брезгует вот этим делом, анализировать все труды любых ученых, извлекать из них максимальную пользу, только этот человек может достичь чего-то нового, каких-то новых воззрений, открыть какие-то новые теории, и объяснить многие факты. Вот такой у него был подход, это методологический подход. Дальше он пишет о том, что нельзя в наш век, что нельзя отрицать, что в наш век, наш век превосходит все предыдущие в отношении познания природы, но мы не должны слишком обольщаться относительно того, что мы где уже все исполнили главное. Это касается любого этапа. дальше вот тут 400 лет прошло, 300 лет прошло, пожалуйста, сейчас, мы уже настолько так важны иногда бываем, вот мы открыли это, открыли то, у нас атомную бомбу можем разрушить весь мир. Вот с точки зрения разрушения мы здесь авторитет, а с точки зрения создания того же общежития правильного ЖКХ мы здесь оказывается слабые. то есть и наука и надежность долговечность здесь все у нас и материаловедение все у нас хромает. Все у нас еще на том уровне, 300-400 лет назад уровень такой же примерно. Что касается улучшения жизни людей, что касается непосредственного производства сельскохозяйственного и промышленного производства мы отстаем. И отстаем с каждым днем все больше и больше. Вот искусство счета денег у нас вот мы куда используем эти счетные машины, которые впервые открыли Паска, Лемница и другие. вот здесь пишут дальше однако то, что я говорю в похвалу тем, которые придаются ныне экспериментам и доказательствам, я не хочу относить насчет тех, кто лишь заменяет одни мнения другими и не принося клятву верности некому новому учителю, пусть даже мужу великому необычайно довольной собой, когда они получив вдруг неиссякаемые до речи, с легкостью расправляется с величайшими и наиболее сокровенными творениями природы. Ведь что толку много говорить о корпусах, которые не годились бы для представления частиц природы. Вот здесь мой как раз в современности у нас Лемница через 300 лет у наших вот этих всех, которые занимаются элементарными частицами, просто мордой в их дерьмо сует. Вот этот человек 300 лет назад жил, видит очевидно, все это очевидно, что они занимаются дерьмом, вот эти коллайдеры, вот это все дерьмо, что они занимаются. Надо философски осмыслить тем, что они занимаются, какую это пользу принесет, принесет ли вообще, что это дает людям непосредственно. Они занимаются чистым умозрением для удовлетворения собственного любознания, любознательства, которое не приносит пользу совершенно человечеству. Вот что толку говорить об этих корпусковах, которые многочисленны, как грозди, изобилия, и толку от них никаких нет. По этому поводу я вспоминаю, как один язвительный человек не без юмора говорил, что еще не ясно, какими дозами атомов можно будет изгонять лихорадку. Но уже ясно, что химикам будет наверняка предписана формула такого рода. Возьмите побольше шариков первого элемента, поменьше грубой материи, добавьте тонкой материи, сколько надо смешать и получится золото. Ну по сути сейчас вот у нас и занимаемся вот нанотехнологии вот она вот это и получится. Мы получаем золото. Но нам это с вами нужно, это золото, если оно будет получено в размере двух атомов. Из него даже и унитаз не сделает что с такого золота. Вот и дальше пишут, что люди, особенно юнцы, и другие непросвещенные, которые не желают взять на себя труд поразмыслить и не испытывают ревности востремлений к истине, зло насмехается над школами и учителями, над всей древностью. Вот это мы не должны над этим насмехаться, над ленинцем, которому 300 лет, 400, который уже это все думал, она частицу думала, во всем мы даже разберем это. Именно поэтому я считаю, что новые идеи, подхваченные без большого труда такого рода людьми, ну, типа нас, непросвещенными, служат им для болтовни и философии и споров с другими. Что мы сейчас в интернете и смотрим. У нас очень много научных всяких гипотез и так далее, и так далее, и холодный синтез у нас, и, ну, одна болтовня. И формулы пишем, мы сейчас можем формулу любой писать. Ибо мало помощи от этих заимствованных мнений, они бесполезны, даже когда истины, если случайно не пропадают к людям скромным, вот, даже вот если они истинны, но если попадают, вот, не те руки, и не притязающим на аплодисменты и превосходствуем другими, но ищущим истину. То есть человек, он должен бескорыстно искать истину, и тогда он получит результат хороший, полезный для всех людей. Вот такая она современная философия Лебница о науке, его организации науки. И он пишет далее, и необходимо прежде всего оценивать идеи по их результатам, то есть по тому, можно ли из той или иной гипотезы вывести выдающиеся открытия или что-либо полезное и на основании ее предсказать истины, ранее неизвестной. Вот видите, иногда вот мы в импирику, впадаемся в импирику и строим из этого большие притязания в этой импирике. Опыт Майкельсона, я напомню вот об этом многострадальный Майкельсон Морли, потом другие ученые и до сих пор его обсасывают. Вот, казалось бы, экспериментальный результат. Обоснования все не было, не было, не было. И до сих пор нет. Вот пока в последнем номере журнала успехи физических наук Академии наук УФН четвертый номер за пятнадцатый год. Опубликована статья, где дана новая интерпретация вот этому расхождению в опыте Майкельсона Морли при равноплечьем масте. И там объясняется это все, что силы Кориолиса квадратичный эффект Саньяка. То есть неодинаковые плечи эти расположены и у них появляется эта Кориолисова сила, появляется квадратичный эффект Саньяка. Поэтому вот это расхождение. То есть опять опровергается и в другой а с другой стороны в трудах Института Московского Союза связи один ученый с резким формул доказывает, что они получили 10 километров в секунду скорость эфира. А вот этот ученый доказывает, что это все квадратичный эффект Саньяка дал этот результат. То есть до сих пор нет у нас в этом вопросе истины. по крайней мере как ранее предполагалось, что этот опыт был отвергнут, он пока еще так до сих пор и не доказан. Но факт сложно интерпретировать, что проходит десятки лет, а обоснования все нет. Примером этому является последняя статья в успехе физических наук. Нетрудно в интернете найти. И вот дальше Лемнец пишет. Это должно быть признано в отношении системы пифагорейцев, Горвееву к обращению и так далее и так далее пишет о великих ученых, только заслушали бы особого удоверия, когда оказались бы способны силой своего разумения предсказывать опыты, никем до этого не поставленные, но такого рода положение не изобретается с легкостью и экспромтом, а требует предварительных коллективных усилий многих. То есть вот мы предсказали, что свет под воздействием гравитации у нас отклоняется. Кстати, я это повторю, что Ньютон затормозил где-то на 100-200 лет оптику, это известный факт. Но у нас был такой Эйнштейн, который пытался эту оптику далеко вперед продвинуть. И вот в область гравитации он ее угнал. Значит, луч, проходя между гравитирующим телом, он искривляется. Ну, все, вроде бы доказали, там это доказали, доказали. Но извините, а со всех ли сторон рассмотрели этот опыт? Разве они рассмотрели влияние коэффициента преломления и они за тропией самого пространства, оно же не пустое. Вот Лебенца, в отличие от Ньютона, он признает, что пространство нет пустоты. и что там есть определенный коэффициент преломления, что луч может быть искривляться под воздействием неоднородного коэффициента преломления, а вовсе не гравитации. Поэтому, когда мы рассматриваем такие вещи, надо всесторонне. А тут взялись, и вот мы создали теорию гравитации, высыпали ее из пальца и превозносим. Кстати, хорошо Лагунов он и разоблачил вовремя, он показал, что господа, так у вас же Уинштейнов не выполняется закон сохранения энергии. Ну, им же это наплевать на закон сохранения энергии. Дальше пишет автор Лебенец о том, что в свою очередь нужно остерегаться, как бы нам не стать чрезвычайными эмпириками. То есть, вот мы в эксперименты вдадимся в эксперименты, а объяснять их не можем, почему это произошло. Мы даже не можем вычтить ошибки экспериментов принципиальную, трансформированную и так далее, случайную, не случайную и так далее. Эти вот ошибки, о которых у нас было сообщение погрешное вычтительное устройство. Было такое сообщение. Редко кто может я тут работал в одном институте и когда я рассказал вот как вычитается погрешности измерительного устройства, так мне ведущий сказал ведущий ученый этого института, он почетный гражданин города, он мне сказал, да ты что, этого же здесь никто не знает, таких вот вещей, которые мы здесь излагаем. Вот чистая эмпирика, а объяснить из-за того, что мы некоторые погрешности выдаем за результаты, вот у нас получается эфир и ветер в голове. Далее пишет Лемец, как бы за своими занятиями математикой и физикой мы не позабыли о благородных науках. Ну вот я вот позабыл, я все время вам про инженерную науку говорю, а вот только сегодня вспомнил, что есть благородная наука, философия Лемеца, допустим, есть метафизика, есть другие вещи, как вот допустим теология и другие науки. И он пишет, плохо упорядоченное эмпирическое исследование наносит вред или во всяком случае является малополезным. Ясно, что гораздо вреднее злоупотребление в занятии физикой и математикой. Вообще, когда люди, презирая и громя метафизику и науку о морали из-за того, что они плохо усвоили замысл пространных мужей, осуждающих это злоупотребление, с каким-то слепым рвением все объясняют с помощью механизма и пренебрегая знание и почитание божественного проведения и от самого Бога, или упраздняют в нашем мире, или же лишив его разума. Ну, здесь он немножко, как говорится, божественный, вот и писал-то, Ленин писал по этому поводу. Если бы от леньницы поповщину расчистить, то у него получается чистая диалектика. Ну, вот здесь немножко он, конечно, основная мысль это правильная, потому что у нас наука неупорядочена, особенно сейчас взять эту самую квантовую физику и теорию частиц, элементарных частиц. Создается теория поля, единая теория поля. Исходя из тех силовых характеристик, которые в природе в наших приборах отмечены то создается единая теория поля. И при этом вот эксперименты все эти, коллайдеры, все это все, это же не упорядочено ничего, не систематизировано. Единого энциклопедии даже нет по поводу этих частиц. Их появляется все больше и больше. А вот я говорю погрешности этих экспериментов. Никто не видел я ни одной статьи, посвященной погрешностям вот этой камеры Вильсона, погрешностям ее оценок и так далее. Не видно этого. То есть сплошная эмпирика. Теории никакой. Ну, есть, конечно, теории, ну, типа теории струны и так далее, которые вообще не имеют никакого экспериментального подтверждения. И ни на чем не основаны, просто чисто умозрительны. И здесь он пишет, вот Анаксагора приводит, физик Анаксагор, почему слово нечестиво, что она объясняя природу упразднял тем самым богов. Ну, богов-то левниц понимает он своеобразно. Он не смотрит как вот теологи, как православный. Он далек от православия, далек от католицизма, далек от этих. Он бога понимает в том смысле, что когда он исследует и у него все получается, те предметы, которые он может наблюдать, он говорит, что я могу это самостоятельно. А то, что ему непонятно, те вещи, эксперименты, которые он не может постичь, он считает, что есть вещи, которые могут быть постижимы, а есть вещи непостижимые. То есть, он в этом смысле дуалист и даже более того. То есть, он рассматривает мир как частично опознаваемый, а что касается божественных, то, что непознаваемое, то у него и бог. Вот поэтому и, ну, в принципе, мы должны где-то находясь на этой грани, например, когда мы голову перешиваем человеку на другое туловище, человека перешиваем голову, здесь мы задуматься должны, очень тщательно задуматься, то есть, рассматривается человек как механизм, как вот декартовская система, то есть, какой-то механическая система, которую мы взяли, пришили, восстановили и у нас всё дело пошло. Но вот Ленинс отличается тем, что он неоднократно указывает, что к механическим действиям, вот этим всем физическим эффектам нельзя биологию свести ни в коей мере. Поэтому там есть существенные отличия. Дальше он пишет, что телесные явления могут объясняться не только механическими или с помощью действующих причин, но с помощью причин конечных. И что сами принципы механики являются метафизическими. Но он оказался прав. То есть, нельзя всё квести к механике, я сейчас про это говорю. А к метафизике я понимаю это так, что у нас есть физика и есть над ней что-то другая физика, которая из неё данная физика вытекает как частный случай. То есть, из квантовой механики вытекает классическая механика при передельных, при определенных предельных переходах. И они логически друг к другу не против... Каждый имеет свою область действия. И дальше он пишет, у него что-то духоподъемное есть такие фразы. Пишет дальше. И так мне кажется, что я достиг этой великой желанной цели согласия знаний с верой. И одна из главных причин моего писания та, что представляется необходимым содействием столь славным дарованием. Поэтому покажем, что поистине все в телах производится механически, но сами принципы науки и механики и всей физики не есть механические или математические, но метафизические. И что природа тела никоим образом не полагается в протяжении, но в некотором понятии не менее ясным и значительно более плодотворным, что во всяком теле есть некоторая субстанциональная форма. То есть он предполагает то, что в чувствах мы еще и в приборах не почувствовали, что есть что-то в телах еще неизвестное. Здесь можно с ним согласиться. Я также покажу, что для всех природных вещей может быть предстановлено двойное основание. То есть вот именно вот это двойное основание, что механическое и духовное, духовное и материальное. если однажды твердо установлено, что всем позволено быть счастливым, то никто не может быть несчастным, кроме как по собственной воле. Вот цель всей науки он видит, видите в чем, он доказывает, что цель основная достижение человеческого счастья. И что как оно, это несчастье получается по воле самого человека. А так в принципе человек должен быть счастливым, как его создал Творец. И вот дальше пишут, и есть такая глава о том, что политики сами должны содействовать физическим и математическим исследованиям. Но сейчас у нас политики тоже содействуют. Здесь у нас политики, которые по 400 миллиардов с бюджета получают, якобы на развитие нанотехнологии. Потом эти 400 миллиардов исчезают. Есть у нас докладчики, которые за одну страничку доклада получают миллионы долларов, и эти миллионы долларов потом свозят за границу. Вот то есть у нас политики занимаются физическими и математическими исследованиями в виде сколкова и осколки некоторые достаются и физическим и математическим исследованиям. Но учитывая то, что настоящие ученые у нас скромные, они не рвутся нигде, не себе не ищут денег, ничего, но обойдутся, ребята, что там, подумаешь. Ну, вот академикам добавим немножко. Ну, и то их надо немножко постимулировать, что мало дают. А вот, но, как показывает опыт, если такие дарования пылки, но поверхностные, пыл, который, как пламя из соломы, не управляется каким-нибудь более высшим умом, они нередко совершают величайшие ошибки, что незамедлительно сказывается большим ущербом государству и всем тем, кто доверил им достаточно важные дела. Вот в этом отношении очень много было затрат на вот этот термоядерный синтез у нас. Начиная с Арцемовича и так далее. А это дело дохлое оказалось до сих пор. Термоядерный синтез перешли к холодному. Ну, холодный оказался, значит, там другие совершенные эффекты и навар то никакого особого нету. никого. Вот. Поэтому вот это дело пустое оказалось. Так же, как и многие исследования, космические исследования, они в общем-то, хотя затраты-то небольшие были произведены, по минимуму все делалось, использовались военные разработки для физических исследований, для мерных исследований и так далее. Основная была область это применение военной техники, эти ракеты и так далее. А уже вышедшие из строя там уже этим товарищам, ученым можно запустить кое-что. Ну, и сейчас тоже. Дальше я тоже про коллайдер говорю. Вот хотят раздробить, дальше получить что-то. Но Лебнец, он уже предупреждал 300 лет назад, что материя, она до бесконечности делима. То есть не будет вот этой частицы, которые конечные, которые нельзя дальше раздробить. Ну, эфирщики многие тоже так считают, что там частицы есть 10-100 метра и так далее. Это вот эфир, такие частицы такими размерами. Ну, концепция Лебнеца таковая. Ну, мы видим в природе, что и великий наш учитель Владимир Ильич, он тоже говорил, что он же Лебнеца изучал, изучал, и у него, когда открыли атом, электрон, у него даже в труде митерезо-митеризм, импери-критицизм у Ленина нарисованы эти атомы, какие должны быть, и всё, рисунки даже есть. И он там предрёг, что электрон так же неисчерпаем, как и атом. Ну, то есть, это считался гениальная находка, но она взята, из Лебнеца, этот момент. Поэтому вот и дальше мы получаем атом, дальше начинаем его дробить. Допустим, энергия одна, единица. Протон, протон, нейтрон, мы их начинаем долбать друг об друга, получается следующая частица. Но это уже энергия во много раз больше. И примерно можно сказать, что энергия обратно, чтобы раздробить частицу, надо энергии затратить примерно обратно пропорциональную ее физическому размеру. И вот эти коллайдеры, они немного дадут, потому что еще будут неосвоенные области энергии, огромные, и мы никогда не сможем в земных условиях их преодолеть. Поэтому вот этот вопрос, надо где-то его тормознуть, чтобы использовать средства более эффективно. У нас есть на земле задачи построения социализма, коммунизма, во всем мире. Вот на это надо деньги вкладывать, а не на пустые физические эксперименты. И дальше он пишет о том, что в свою очередь философы не должны пренебрегать изучение благородных наук. Ну вот таких как эстетика, этика, мораль, социология, метафизика, религии, философия религии. И вот здесь он говорит о том, что христианская религия, в сравнении с которой ни одна другая из всех когда-либо где-вы известных религий, настолько простирается познание времена народов, не является более священной, в своей простоте более возвышенной и более подобающей философу. То есть наиболее близкая философа наука это христианство, религия это христианство. Она более соответствует естественному ходу вещей. Она отличается не только поражающим знатоком превосходством своих догматов, но и беспримерным происхождением, которому очевидно действительно каким-то особым образом было непосредственно причастно проведение правитель мира. Отсюда следствую доказательству стольких истин не может быть достигнут иначе через чем историю. Но одновременно он говорит, что существующие религиозные писания, они должны быть подвергнуты критике. То есть та классическая критика, критическая наука, которая в древнем Риме была разработана, должна быть применена к религии с тем, чтобы выявить первоисточники чтобы тексты были непротиворечивы и соответствуют реальным историческим фактам. Вот видите как. Это диалектика. И дальше он говорит о богоизбранном народе. Смотрите как говорит. Является бесспорным фактом, что один только древнейший народ иудеев, избранный Богом среди других народов и долопоклонников, сохранил неприкосновенности в силу какой-то удивительной тайны проведения культа высочайшего божества, что посланный ему Богом пророки давно предсказывали будущее предшествия из этого народа мессии, возродителя погрязшего в грехах рода человеческого. Если можно назвать его человеческим до этого момента, то есть здесь он как раз и показывает, что вот к такому Богу иуденному народу и появился Христос, чтобы его спасти. И дальше он пишет, пусть переберут все случаи политического обмана и все приемы риторического искусства и пусть объясняет нам чудо такого убеждения. То есть некоторые говорят, что вот эта религия, Евангелия, это риторический обман. Но он говорит, приведите мне пример такого риторического обмана. Ну, сейчас мы можем привести вот это геббельсовская пропаганда. Это сродни их, можно сказать, по убеждению. Гитлеровская мейнкампфа, пропаганда и так далее, она убедительная, снабшевательная, но она ведет в преисподнюю. Уже многих привела туда. Дальше пишет об использовании истории для признания проведений и смене империи и сохранения церкви. Вот. Историческая наука тоже у нас очень претерпевает большие и крутые изменения в связи с изменением социального строя, с изменением производительных сил и производственных отношений и надстройки. И мы здесь не будем останавливаться, это уже у нас ведет, уведет в политику глухую. Мы в принципе не хотим этим заниматься. И вот пишет, благодаря троякому открытию магнитной коробки, то есть компаса, воспламенение пороха и типографское искусство менялся облик дел человеческих. Перед нами раскрылся новый мир и бесчисленные народы были приведены к культуре, что вскоре нашим глазам, вооруженным неизвестной доселе трубой, открыли в свидетельном эфире другие миры. Ну, здесь он умер в виду открытие микроскопа, что там в микроскопе он увидел, он встречался с избранникателем микроскопа и увидел эти микробы, туфельки эти все и поразился. Добавлю также, что за один этот век философии и математическим наукам прибавилось больше света, чем за все другие века. Поистине создаётся впечатление, что всё несёт с собой человеческому роду какую-то новую власть над природой вещей, особенно если когда-нибудь будет доведено до совершенства это орудие нашего мышления. Вот здесь орудие мышления он совершенствует. Что ещё больше усилит проницательность нашего ума, чем изобретение телескопа усилило остроту зрения. Конечно, в работе математика, в работе физика, экспериментатора и учёного, и астронома является основное это вычисление. И поэтому вот своё научное деятельство началось с изобретения устройства, которое облегчало труд, вычислительный труд вот этой счётной машины. И дальше он разрабатывает язык для этой счётной машины и двоичную систему счисления. И что это вот этот век вот был открытие, вот эти открытия, порох, микроскоп и магнитные Гильберта, открытие Джильберта магнитного компаса. А вот и дальше он проглядывает вдаль, что это именно автоматизация, механизация и автоматизация умственного труда. И вот да, и он про критическое искусство, а также его применение к вопросам религии. Вот о чём я говорил. Он как раз говорит, что такая критика будет чрезвычайно полезной в отношении Писаний Святых Отцов, чтобы люди нашего времени получили возможность обращаться к свидетельству неискажённой древности. То есть мы должны неискажённую древность изложить сегодня, поскольку у нас все эти Писания, все послания, даже апостол Пётр пишет в своём послании, во втором послании апостол Пётр пишет, что мы я своими словами излагаю, что мы с апостолом Павлом таких вещей вам понаписали, что всякому непосвящённому читать наше Писание неудобо, разумительно и вредно, и даже опасно, может привести к погибели, так пишет апостол. То есть будучи неграмотными, конечно, что они там могли написать, но есть первоисточники, более, кто там за ними записывал, вот это надо всё логически привести в логическую систему, ведь системы нет логической, мы должны это всё привести, он об этом пишет, что если есть противоречия, есть опасности какие-то, надо их устранить. Дальше он пишет о философии древней, где речь идёт о создателе корпускулярной философии и о Пифагоре, специальный раздел по корпускулам. Вот, величайшие заслуги принадлежат древним, особенно грекам, а также и в науках. Древнейший писатель мозг финикийский по-видимому был изобретателем атомов, видите как, Левкип последний пытался объяснить происходение земного мира и прямо выводит некие вихри, из которых механически производится также тяжесть. Вот видите, из Левкипа сейчас и современной мы в статье находим вот эти вихри, траидальные вихри вместо частиц и так далее, мы видим, что эти вот современные не хватают за древность и слагают своим языком уже современным. древние мысли, мысли-то они все те же. Вот нам кажется, что мы вот выше древних. Нет, но с точки зрения философии и разумения доказательности мы ниже гораздо. И мы уже в своем кругозоре, у них кругозор был шире. Вот. Вихри но эти писания все погибли, потому что были не по вкусу толпе, которые более нравятся легковесные пустяки. Вот так. Нет никакого сомнения, что величайшим из людей был Пифагор. Его целью было признать людей к нравственному совершенствованию. Школы скорее была подобна ордену благочестивых. он дальше пишет о пифагорейской школе. Кстати говоря, вот после Пифагора его дальше ученики свели все на нет. Это все его школу опохабили, не облагородили, а опохабили. Уже его учеников пифагорейцев читать нельзя. А вот что касается теории чисел и геометрии, известно, насколько выдающимся был здесь Пифагор. Ему уже также приписываются элементы теории музыки. Дальше он пишет о той великой пользе, которую можно извлечь из философии Платона в отношении познания Бога и души. У Платона же самым замечательным является его утверждение, что дух есть субстанция, обладающим самодвижением или тоже самое свободное и сама себя побуждающая к действию. Вот. Это впервые Платон сделал. И с другой стороны он с полным основанием утверждает, что чувство сообщает нам скорее иллюзии, чем истины. Сегодня многие этому следуют. вот эту мысль развивает многие тоже философы. Но только путем всякого ясного познания вечных истин мы способны остальгироваться от материи и достигнуть совершенства. Вот это Платон. И дальше Аристотеля подходит к нему двояко. С одной стороны он Аристотеля поправляет, а с другой стороны он философию Аристотеля кое-что из Аристотельской теологии берет. Я высоко ставлю, пишет он, прежде всего его утверждение, что деление продолжается до бесконечности и высказывание против атомов и пустоты. То есть Аристотель так же как он против пустоты, которую Ньютон отставил и против атомов, которые мы сейчас вот эти атомы, ну мы условно называем сейчас атомы вообще частицы элементарные. И ищем неделимую частицу, которая не будет делиться. Ну вот против этого как раз Лебницы с Аристотелем вместе выступают. Дальше пишется «Заслуженно вызывает то подозрение, что Аристотель якобы только общий всем ум признавал бессмертным, а собственную душу каждого смертной вот это он у Аристотеля не признает. Дальше пишет главу о том, что для тех, которые не уверены в будущей жизни, не может быть получено ничего лучшего». Вот видите здесь уверенность в завтрашнем дне основной. Это давал нам социализм и коммунизм. Перспектива построения социализма и коммунизма. Капитализм, который сейчас вот он не дает уверенности в завтрашнем дне. А это значит ничего мы не получим лучшего. При этом при таком состоянии вещей. То есть общество человек отдельный, семья, общество, группы должны видеть перспективу развития. Современный это мысль, я думаю, что более чем. О пользе древней философии пишется дальше. Вот пишет, «Ведь когда Платон говорит о Боге, умея и идеях, Аристотель о непрерывности и полноте левки под демагритой механической философии вихрек материи, последователь Перона о бабане чувств, Пифагор и Аристарх о системе мира, стойке о добродетели и перепатетике о государстве, они высказывают нечто такое чтение, чего доставит подготовленному читателю великую пользу». Он тут собрал всю квитэссенцию. Очевидно, что греки в математических науках превосходили других. Известно, что Пифагор разработал науку о числах, установил принципы геометрии и теории музыки. Говорят, что Платон был первооткрывателем такого анализа, которому искомо и предполагается, как уже найденным, то есть доказательство от противного. А что это правда, и древним и были небезызвестны то искусство, которое сегодня называется алгеброй, и геометрическое исчисление с помощью букв, которое нынче вошло в употребление доказываться не только то, что они дали учение об отношениях и пропорциях, и не только арифметика диафанта, но открытие и обстановка ряда весьма трудных задач, то есть были сделаны еще вот древними. И дальше он пишет, что если бы древние вообще не оставили нам бы ничего другого, кроме начала Эвклида, вот этих 12-10 или 12 томов Эвклида, они все же заслужили бы от человеческого рода большое уважение. То есть даже вот этого малого и то было превосходное, то, что оно не подвластно вечности послужило. И мы должны быть чрезвычайно благодарны древним за то, что они оставили нам строго написанные книги. А у нас сейчас есть строго написанные книги? Учебник хоть один найдите строго написанный? Ни одного. Я сколько не смотрел, ни одного строго написанного учебника нет. Меня удивляло, что среди изданных древних теоретиков музыки был опущен Птолемей, который может считаться и главой. Мы даже об этом не знали теоретик музыки первой Птолемей основатель геоцентрической теории мира. Но отмечают сочинения Герона, Никомаха из Геразы, Гуеция, Венции Валента, вот таких в риторике по Либии Цезаря вот таких он отмечает людей. И в конце он пишет, что я вообще о всех тех, кто почитает только свою эпоху, можно справедливо сказать то, что сказал египетский жрец о греках. Они всегда остаются детьми, тогда как отсоединение достижений древних с нашими успехами человеческого познания, по-видимому, все больше и больше мужает. Вот такой вот труд мы очень длинный о преумножении наук, но это лишь малая часть, что нам предстоит еще пройти у Лейбницы. Спасибо большое за внимание. До следующих встреч. Так, что здесь можно остановить.